Почему такое дорогое топливо? Ну, я вам расскажу сейчас такие маленькие детальки. Оказывается, в 2009 году Латвия приняла директиву, которая гласит о том, что мы должны делать запасы. В случае неочередной ситуации в Латвии должна, ну, как бы самостоятельно прожить 90 дней, как минимум. Поэтому она должна делать резервы. Конечно, все резервы делаются за наш счет. Каждый литр, который мы покупаем, мы платим пошлину. Вот, например, я вам сейчас расскажу. В 2018 году эта пошлина составляла 12,35 евро. А вот в 2023 году уже 45 евро. И сейчас мы платим ее 67,23 евро. Но самое интересное, оказывается, правительство с 2009 года делало фиктивные отчеты для Евросоюза. Никаких реальных резервов не было. И они их не наполняли, не контролировали. Но деньги в бюджет попадали. И вы знаете, они их тратили. И вот 9 октября 2023 года наши министры сели и сделали небольшие поправочки. Например, они по поводу бюджета. Что в 2024, 2025, 2026 году они уменьшат. Вы понимаете, они уменьшили свои доходы с этих резервов. Вы понимаете, они считают, что это доходы. Например, в 2018 году они сделали апроприятию с пардолей и 13,774 евро. Они перечислили в «Валствейдес Денес», чтобы «Нодрошен от «Валствейдес Денес» функцию финансейшенов сайстейвы аналиткома парпесарной. Ну что, к внеочередным ситуациям мы готовы, а здесь хочется задать вопрос. А кто-то несет ответственность за подделку документов, за фиктивные отчеты? У Евросоюза не возникли вопроса? Ну нет, так нет. Мы сами зададим вопросу Министерству экономики и постараемся обратить внимание к НАБА.